Девушки отдыхают Друзья мои, где ваши аплодисменты? Итак, Дина Самохина выходит в большую жизнь к вам! Жалко, всем жалко, но, Диночка, не плачь! Встречайте ее, обожайте ее! Спасибо, что вы были с нами! До встречи на Звездной ферме! На, получи! Вот только трой мне. Диночка, я тебя прошу, это как три золотых тебе осталось. Поставь и, пожалуйста, выходи. Сейчас, поставлю. Я тебя прошу, будет только хуже, поверьте. Хуже будет, да, хуже. А кто меня уговаривал сюда переехать? Кто уговаривал переехать? Надо же, попросила, придурки на вокзал с удара. Диночка, зайка моя, солнышко, я тебя прошу, давай я помогу тебе. Давай я сдерну вещи. Надо же, скорчилась со благородным, на бабочкины деньги. Стоп, я тебе говорю, сваливай отсюда, по-хорошему. Забирай манатки и сваливай. Ну-ка отвали от меня, пожалуй, в ванную рассказала. Да что? Что? Да ты кто такая, а? Пыль из-под ногтей, тварь, вымёт его сейчас, суна! Я тебя сейчас убью, убью, я тебе говорю. Ой-ой-ой, это я-то поднимусь. Меня все любить будут, понял? Что? А ты будешь от зависти свои локоточки грызть. Вот так вот, да-да-да. Ну не переживай, в истории останешься. Это ведь ты, это из тебя из-за гаденыша. Я на аборт пошла. Это ты меня ведь развёл. Хорошо. На аборт. А что, не ты, что ли? Нет? А кто сказал мне, что шоу-бизнес, значит, ребёнок несовместимый, а? Ах ты, стой. Ах ты. Постанови! Поганик! Дрянь. Мама! На тебе! Дрянь! Серёжа! Поднимайся. Серёженька. Ну, ты же сам говорил, что нельзя опаздывать. Ну, вставай. Всё-всё. Не давите на моего подзащитного, он уже встаёт. Замечательно. Ой, какой у тебя тут бардак. Вещи мои отдай! А, вещи. Вот твои вещи. Без понтовка. Колье верни. Колье верни. Ага. Видел? Ага, вот так. Билет мой лучше отдай. А, билет. Сейчас. Билет. Билет. Билет на сегодня. Не смей. Замечательно. Туда, обратно. Туда, обратно. Туда, обратно. Какие маленькие кусочки. Поторопись, а то на поезд опоздаешь, дура. Вот урод. Бутербургики. Ага, спасибо. Так. Кофеёк. Молоко. Ой, кофе, кофе, кофе. Так, кофе. Сейчас. О, какой. Кларочка посоветовала. Хорош, да? О, так, сейчас. Молочка сколько? Хорошо. Отлично. Ой, боже мой. Яичница. Так. Яичница. Так. Яичница. Мам. Ну, ты могла бы греметь потише. Мне нужно сосредоточиться. У меня важный суд. Прости, пожалуйста. Я не думала, что моя забота вызовет у тебя такую негативную реакцию. А можно обойтись без норовоучений хотя бы в тот день, когда у меня решается карьера? А вот твой отец всегда утверждал, что порядочность важнее любой карьеры. То есть, если я прошу мне не мешать, это непорядочно. Так, все. Да. А, иди сюда. А, вот я. Алло, можно такси на Кутузовский? Да, к которому вокзалу. Да, быстрее можете подать? Хорошо, записывайте. Серёженька, Серёженька, бутерброды забыл. Ну всё, ма, не надо. Ну, Серёжа, пока ещё до Ярославля доедешь. Да не надо, ма. Давай, пока. Серёжа. Вы бы карту выучили, уважаемый, прежде чем пассажиров по кругу возить. Да. Вы бы карту выучили, уважаемый, прежде чем пассажиров по кругу возить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проедите вперёд, здесь лужа, я не могу выйти. Ещё. Ещё. Девушка, вы не видите, здесь лужа. Вы не можете высказать, где посуше? Девушка, здесь везде лужа. Всё, ладно, стойте здесь. Сдачи не надо. Спасибо. Пожалуйста. Счастливого пути. Ура! Игорь, у меня там опять ЧП. Пойдём, поможешь. Опять? 25. Пойдём быстрее. Игорь Станиславович, всё будет нормально. Я уже сажусь в поезд, и через четыре часа я на месте. Да я вам деньги предлагаю, деньги! Я вам ещё раз говорю, не могу я вас взять без билета. У нас проверка за проверкой. Вас ссодят, а мне ссодят. Что вы мне рассказываете? Что я первый раз еду, что ли? Вы все только левыми пассажирами и живёте. Да-да-да. Ну что, мне ещё раз повторить? Не могу. Была бы возможность, пустил бы. Да, же, я сказала, двенадцать. Пойдёте, 15. Проходите, пожалуйста. Пятнадцатый у меня. Спасибо большое. Куда? Да-да, всего хорошего. Ой, здрасте. Здрасте. Извините, ради бога, а вы на нижней полке едете? Да, а что? Просто, понимаете, я безумно боюсь верхних полок. Такой, знаете, иррациональный страх сны снятся неореалистические. Я бы была вам очень благодарна, если бы вы уступили мне своё место. Мне нужен стол для работы. И потом, не вполне корректная просьба. Почему сразу не заказывать места, где вам комфортно? По-моему, логично. Да, конечно. Извините, пожалуйста. Послушай, ты чё, меня не узнаёшь, что ли? Да меня по всей стране показывают. Короче, меня в Верославле поклонники ждут, так что можно этот вопрос как-то побыстрее решить? Угу. Что же вы такая популярная на поезде решили сэкономить? Летели бы самолётом. А вы мои деньги не считайте, окей? Если я подошла, значит, есть причина. Так, всё, я вам сказал, я вас не возьму. Хотите, ищите начальника поезда. Да, давай, зовите до начальника поезда. Давай, зовите, зовите. Сейчас. Мир вам, мои хорошие. Спасибо большое. Проходите, проходите. Православные? Да, конечно. В законе живёте? А, вы… Нет-нет, этот молодой человек, он мне не муж. Грешно, грешно, венчайтесь. Нет-нет, мы с ним вообще не знакомы. Мы вот только в вагоне и первый раз увиделись. Вы, значит, тоже этим поездом едете? Уважаемый, не понимаю причину вашего любопытства. Что, собственно, произошло? Я на своём пассажирском месте, девушка на своём. Вы тоже в этом вагоне едете? Да, я и мои братья в этом самом купе. Божьей помощью. Вы ошиблись. Подождите, пожалуйста. Да. Будьте добры, помогите вот господам разобраться с их местами. Позвольте ваши билетики? Всё нормально. Нет, здесь явно какая-то дискоммуникация. Девушка, а вы дайте ваш билет. Пожалуйста. Ну, конечно. Что? Это Архангельский поезд. Бегите, пока не поздно. Да нет, молодой человек, это вы ошиблись. Архангельский поезд, вон он, отходит. Девушка, давай едем. Извините. Ай, чёрт возьми. А поаккуратнее нельзя бегать тут? Что ж ты встала здесь? Вообще ж ты очумел. Смотри, куда бежишь, лосяра, надо глаза разумать когда-нибудь. А чё помочь-то не дано? Эй! Стой! Стой! Да стой же! Так тебе и надо. Такси свободно! Такси! Дядя, до Ярославля сколько? До Ярославля? Шесть тысяч. Триста здесь двадцать. Три тысячи триста двадцать пять рублей. Не, девушка, это только вон, на шахе. И то ехать полтора раза дольше. Понятно. Да, и тошнить будет с каждой пробки. Здравствуйте, уважаемый. Мне необходимо срочно попасть в Ярославль. Вы можете быстро отвезти? А там что, праздник какой-то, что ли? В смысле? В смысле? Садитесь, конечно, доставим. Подождите, спокойно. Скажите, сколько нам ехать и сколько вообще это будет стоить? Ну? Максимум половины третьего будем там. Угу. Идёт? Идёт. Сколько денег возьмёте? Слушай, я нисколько не возьму, всё по счётчику. Смотри, салон просторный, машина скоростная, кондиционер самодельный. Уважаемый, денег сколько? Шесть тысяч. Нет, это дорого. Да ладно, это реальная цена. Подожди, Голер. Эй, подожди-ка, командир, подожди. Слушай, договоримся, за пол цены доедешь. Сейчас, подожди две секунды здесь, ладно? Две секунды, подожди. Да-да, Игорь Станиславович. Нет-нет, я все вопросы контролирую. Да я, собственно, уже сажусь. В смысле, уже сел в поезд. Ну… Еду. Мужчина! Мужчина! Вот, с девушкой поедете. С каждого по три тысячи. Идёт? По три? По три. Идёт. Давайте только оперативно. Оперативно. Сумочку. Это личное. Что же, в вашем комфортном салоне даже костюм негде повесить. Сейчас повесить. Нет-нет, спасибо. Дайте, я там, сверху положу. Сверху, так сверху. Эй, ну нормально положили, да? Я офигею. На перроне он у меня сбивает. Девушка, присаживайся, пожалуйста. Встраивайтесь поудобнее. Поехали. Поехали. Нормально. Девушка, сзади стекло протрите, пожалуйста. Ну, не видно дорогу. Спасибо. А вы, молодой человек, боковое протрите. Вы что, из героев? Протрите, протрите. Смотри, да? Не против? Алё. 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 Вы меня слышите? Алё. Алё. Сделай потише. Алё. Алё. Вот так слышите меня, да? Хорошо. Да, пять часов, как договорились. Передайте, пожалуйста, Максимлю. Алё. Что? Блин. Нет, пожалуйста. Только не садись, ну, пожалуйста. Ну, не надо. Ну, что ж за день-то такое, а? Ой, господи. Ой. Ой. Фу, наш мак какой. Не курьте тут, я не вношу табач на воду, вы слышите? Ой. Вы что, не слышите? Вы слышите? Говорят, вообще дышать уже мне эти… Так, вы мне всю дорогу не даете сосредоточиться. Что происходит? Может быть, уже успокоитесь? Ах, так… Ну, ладно. Закройте! Окно закройте! Окно закройте, окно закройте! А вы не курите тут. У вас что, здравый смысл полностью отсутствует? У меня отсутствует желание нюхать табачный дым. Вот это, между прочим, называется материальный ущерб. Готовы возместить? Угу. Два раза. Ща низкий старт приму. Я пантера, одиночка, все песни и на кусочки… О, вы еще и поете. Не, не пойму, я чего не так выгляжу, что ли? Или вы где все по дороге в Ярославль вообще никогда телевизор не видели? Не знаю, может, что поменять, что ли? Да ладно, девушка, не обижайтесь. Я телевизор почти не смотрю. Знаете, столько всякого дерьма там. Да и некогда, работа. Ну, а едете-то куда? Ой, еду в Ярославль? На концерт. Работать, значит. Ну, да. Ну, в шоу-бизнесе, знаете как, да? Ну, то есть, когда они приехали, мы приехали, слушают эти… Как они… Организаторы. Ну, да. Вот я вам, девушке, сейчас про организаторов один случай расскажу. Девушка, может, мы с вами местами поменяемся, чтобы вам быть поближе к народу? Как настоящая звезда. Да-да, Игорь Станиславович. Дядя. Еду. А с такой подческой виростовой ехать не стыдно? Да, хорошо. Откручиваешься. – Живой? – Нормалёк. А, нормалёк. Вот деньги. Тысячу. Ещё возьми. Сдурили, что ли все здесь? Здесь. А где телефон? Черт. Как мне выйти-то отсюда, а? Ага. Ай. Эй! Эй! Здрасьте. Пей! Пей, стой! А как же я? Сволочь! Я зеркалом воспользуюсь? Вам недоповезло. Я не даю до Ярославля девяносто четыре километра. Хотя там уже не забудитесь. Что это делает такой симпатичный, представительный молодой человек на обочине шоссе? Да я даже сам удивляюсь. Вообще-то я юрист. О-о-о-о! Вау! Я так и поняла. Юристы! Юристы – это особая порода людей. От них исходит какая-то уверенность. Вы согласны со мной? Ха-ха-ха! 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 Ай! Вы в какой-то компании работаете? Да, у нас юридическая фирма. Вот пытаюсь попасть в Ярославль на суд, а тут один форс-мажор за другим. Сначала мой поезд отменили. Пришлось служебную машину вызывать. Теперь мой водитель встал. Что-то у него там с мотором. Ха-ха-ха! Знаете, что я вам скажу? Все ваши злоключения заканчиваются на мне. Да уж. Я тоже надеюсь. Кстати, вы оставьте мне свои координаты. Мне может понадобиться хороший пробивной юрист. Спасибо. Ой, как вы похожи на моего первого мужа. Так не бывает. Остановите машину. А что такое? Остановите. Мне надо выйти. Мне надо вернуться. Извините. Придурок. Открывайся. Открывайся. Ой, мой мужчина. Мужчина, вы в порядке? Слава Богу, тогда откройте мне багажник, пожалуйста. Вы багажник, девушка. А, голова. Мужчина. Мужчина, послушайте, из-за вас я опаздываю на концерт. Помогите мне открыть багажник. На концерт опаздывай в Ярославе. Понимаете? Да езжайте вы на свой концерт, девушка. Ой, ты чего там делаешь, а? Мужчина, держитесь. Мужчина, держитесь. Вот, давай. Это клерк, с тобой? Чего? С тобой говорю? Не-не-не, чё, приколыешься? Нет, конечно. Ладно. Куда поедем? Мне в Ярик. Подкиньте. Ща узнаю. Ну что, Степаныч, возьмём девчонку? Да ну её. Давай садись назад. А если подкиньте куда надо, я вам ещё полторы тысячи. Не-не-не, деньги нам не нужны, садись. Серьёзно, ну отлично. Спасибо! Послушайте, брат, мне тоже очень нужно в Ярик, и я был бы очень признателен, если бы… Может, возьмём всё-таки клерка? Не, исключено. Ну чё, красавец, против, извини, брат. Пошёл ты! Держись, Агнесса, подружку вон тебе привели. Продолжение следует... 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 – Накладные, путевой лист. – Да вот всё вот. – Подостоверение. – Куда едем? – В Ярославль. – Откуда? – Из Москвы. – Что везём? – Да ничего пустого. Блин, что им там надо-то? Без тебя взрослые люди разберутся. – Я не с тобой разговариваю. – Сиди спокойно. Сам сиди спокойно, понял? Ты вообще знаешь, что хоть я такая-то? Это вы тут все призмыкаетесь. Куда ты собралась? Понятно. – Так, а чё это у вас тут? – Чё? А, ну да, всё правильно. – Здрасте. – Здрасте. Здрасте. А можно спросить, что у нас тут происходит? – А вы кто? – Да никто, просто подвёз её. Минуточку, я сама разберусь, ладно? Я Тина Самохина. Ну чё они говорят? Да, хорошо. В общем, я еду на свой концерт в Ярославль. Вот. Так что можно как-нибудь побыстрее, потому что я очень спешу. – Идиот. – Хорошо? – Сейчас всё проверим и поверите. – Ну давайте, давайте. Чего вы так нервничаете? Скуда я знаю? Может, вы наркотики везёте? Чего? Не надо мне тут ля-ля вашей. Я ваши песни знаю, ага. Свои права я, кстати, тоже знаю. Обывателей парьте. Слушаюсь. А вы, значит, не обыватель? Послушайте меня внимательно. Я выступаю на федеральных каналах. Если хоть что-нибудь… Проститутку обдолбанную подцепил, что ли? Что? 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 На какие деньги? Я просто подвёз. Пожалуйста, молчите. Молчите, да. Вы вообще не понимаете, наверное, с кем разговариваете, да? Нет, то. Пытаемся понять, пытаемся понять. Ну, пока не получается. Попытайтесь понять чуть-чуть. А кто это у вас там? Идите. Да никто. Я просто обоих подвёз. Это кто они, что они? Муж и жена. Значит так, вы можете ехать. Спасибо. Давно пора. Спасибо вам большое. А с вами будем разбираться. Постовой, Дима. Чего разбираться? Я не собираюсь с вами разбираться. Спокойно. С вами будем разбираться. Вы даже паскута не можете потребовать. Мы не можем. А патрульная постовая может. Так, руки. Давайте уберём руки. Аферисты. Смотрите меня, тут двойные. Давай, давай. Тоже на концерт едете? Нет, я юрист. Еду на судебное заседание. Ну и компания у вас. Дамочка ваша? Стой! 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 Да что же натуры такая безмозглая? На месте стой. У меня там судебные документы и костюм. Вы номер записали? Разберялись, разберялись. Не переживайте. Слышь, вернись! Вернитесь! Петал! Петал, да! Видели? Там вещи мои. Он украл мои вещи. Вызывайте нормальный ментов. Вызывайте парады. Вызывали все. Вызывали все. Сюда. Где они? Где они? Господа юристы, телезвезды, остаетесь до выяснения личностей. Слышите воздухом. А с вами я вообще разговаривать не буду. Не будешь, не будешь. А личность вы мою на суде выясните. Когда вас судить будут за проститутку. Так руками не машут. И вас судить будут. Понятно. Понятно. Да-да-да-да. Здрасьте. 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 У меня брали вещи. Остановил дальнобой, а оттуда гражданочка выскакивает в истерике. Орешь, что телезвезда. Я Тина Самохина. А это кто? Да из того же цирка. Говорит юрист. Совершенно верно. Ярославский арбитраж. Заседание в семье, а в КамАЗе все документы судебные. Послушайте, вы меня слышите или нет? Так, все понятно, все понятно. Старший Александр Парамонов, патрульно-постовая служба, документы предъявили. Да, конечно. А ваше удостоверение можно? Само собой. Ну-ну. Регистрация ваша. Начи. Ну, чё там у меня? Так, Светлана Просейкина, город Иркутск, Ленина, 12. Регистрация. Город Иркутск, Ленина. Послушайте, это недоразумение. Я здесь из-за этой ненормальной. Спокойно, спокойно. Оружие, наркотики, взрывчатые вещества есть. Да Господь с вами, какие? Я же юрист. Так, ребят, понятно. Проедем в участок, посмотрим вашу личность, проверим аспекты. Может быть, не надо? Подождите, меня обокрали. И вы меня, слушай, шарагу сейчас еще и потащите. Тем более, раз обокрали, раз обокрали, напишем заявление, накажем виновных, да? Чем быстрее проедем, тем быстрее расстанемся. Пойдемте, пойдемте. Хорошо. Э, давайте без друга. Давай-давай-давай. Обывай, мужики. Увидимся. Опаньки. Иван Иванович, зайдете там? У тебя деньги есть хоть какие-нибудь? Иван Иванович, зайдете. Так, спокойно. Не надо ручками шебуршить. Пойдем, сумочку вот сюда положите. В отделение припадит их, посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, Саныч, через лес? Давай, Палыч, срежем. В брюхе вроде пусто. Сейчас потрясет немного, зато быстрее доедем. А что теперь торопиться-то? Субтитры делал DimaTorzok Все, короче, дуем козером. Семенов ждет. Как поняли меня? Чистой. Понял тебя. Выезжаю. Да, ребят, повезло вам. Сейчас пойдете по своим делам. Значит, вот так вот, вот прямо, 4 километра никуда не сворачивая. Попадете на трассу. Вот нахамила бы ты этому музыку, он тебе побожгли бы треснул и документы спрашивать не стал. Выходим. Счастливого пути и привет, Иркутка. Ну что, довольна? Выступила звезда. Премию дать? Кто тебя вообще просил свой рот открывать? Ты должна молчать и слушать. Молчать и слушать. И молчать! Да что я вообще с тобой разговариваю? Так, прямо-прямо. 4 километра никуда не сворачивай. Топай-топай в лес, Чингачгук. Надеюсь, волкам ты понравишься, потому что людей от тебя тошнит. От тебя и волки сдохнут. Топай-топай-топай. Да ну нафиг. Да что ж ты ко мне привязалась? Не льсти себе, мальчик. Кому это ты, дурочка малолетняя? Это на себя посмотри, понял? Вымахал лопух здоровенный, а на мужчину что-то не тянешь. Сыночек маменькин тоже мне разоорался. Какого лешего? Ну че? Ты сусанился? А? Я все знаю, я все знаю. Я большой мальчик. А может я... Я здесь, в этом чертовом лесу, из-за тебя, без костюма, без денег, без документов, ты понимаешь, что я на суд опаздываю, понимаешь, у меня карьера рушится, вот, и ты понимаешь, что это ни шутки, ни хрена. Да нахрен не нужна никому твоя карьера на этой грёбаной поляне, понял ты? А вот я, я, я здесь из-за тебя, здесь, на краю географии. Знаешь, мне какой продюсер шанс давал? Вот такой вот малюсенький шансик, и из-за тебя я его вот так вот теряю. Уйди ты, уйди отсюда! Не посмотрю, какого ты пола. Эй, слышь ты, вот только тронь меня, понял? Что? Пальчик, ну ир, не понял? Я тебя трону, я тебя так трону! Ну, конечно. На девушку-то лезть-то гораздо. Я вижу. А перед ментами ты как лебезил, а? Как кослин трассированный, да? Нет. Ау, мы здесь! Эй! Алло, мы в лесу! Ваша корова здесь! На поляне! Алло! Эй! 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 Хозяин! Эй! 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 Ой, бабочки, фу. Городские, что ли? Вы знаете, нас ваш, ваш корова привела. Да. Солушка, слепая совсем. Чё там она, траву жуёт, топчет, в общем. Ну, чё делать будем? Порчу снять, семью укрепить, врагов смирить, чё? Нет, ничего такого нам не надо. Вы скажите, пожалуйста, как мне отсюда быстрее попасть на шоссе до Ярославля? Нам в Ярославль. Зачем ваш шоссе? Вам шоссе не нужно. Вам надо до Добродельки, наша местная станция. Сейчас семь километров вдоль Волги, направо и по одноколейке, а там Ярославльча. Ага. Спасибо. А скажите, пожалуйста, у вас мопед стоит? Где мопед-то? Ну, вот. Это скутер. Дядька моего покойного. Пил так, зараза, что никакой дворот не брал. Моя дочь не выдержала и избежала от него. Может, мы… Этот жопец почему-то решил зарубить именно меня. Ну, как-то не получилось, слава тебе Господи. Вот. Но все равно. Обнаружили его. Утопшим в пруду. Топился. Зараза. Мы… Понравился, что ли? Да. Да. А дадите мне? Не дам. Продать могу, обменять могу. Отлично, продать. Так, вот тут косметика очень дорогая, я просто другой не пользуюсь. Вот так, ждет у меня тени. Так, это вот тени еще. Это вот еще тушка колосная. В общем, у меня тут тысяч на пять, даже, может, и больше. Издевается, что ли? Кому это? Чего? Я говорю, кому это? Вашей дочери, например, можно там накрасить там в дискотеку и просто… У моей дочери все кавалеры – алкашня. Хорошо, ладно, хорошо. У меня тут еще есть телефон. Правда, он не заряжен, но у него целый гигабайт, нам подремус глядят. Ты мне еще паспорт предложи свой. Вот, очень точный. Ходит секунду в секунду. Да кому нужны твои часы в деревне, правильно? Там, между прочим, лунный календарь есть. Золотые? Да, высшая проба. За такие в голодный год хлеба не жалко. Что ты знаешь про голодные годы? Гладиулус. Беру, меняю. Вот так вот. Держи. Спасибо. Время поставить можно? Так. На. Спасибо. Жать куда знаешь-то? Разберусь. Давай. Скажите, а сколько стоит человека в крысу превратить? Ну, такса разная вообще. Ну, обычно, когда человек там хочет кого-то превратить в крысу, сам уже давно в крысу превратился. Ты когда угомонишься-то, а? Это аварийка. Это аварийка. Это фары. Ну что, большой мальчик никогда скутера не видел, что ли? На, заведи. Очень умная. Что стоишь-то? Садись, поехали. Не надоело меня лапать? Надоел. До тошноты. Просто выбора нет. Заметно, ага. Слушай, убери свои руки оттуда и держись давай нормально. Вот так, нормально, да? Нормально. Держусь, как умею. Смотри на дорогу. Слушай, я тебе серьезно говорю. Убери руки с моими руками. Совсем уже не хулы, что ли? Хватит уже кривляться. Ты можешь на дорогу спать? Стой, стой, тормозди. Магичная. Мой дурак. А не надо было меня лапать. Эй, где вы там? Завращайтесь тоже. Ой, мамочки, так больно. Увы, камикадзе, живы! Уважаемый, я, кажется, руку сломал. Ну чего я сломал, врёт он всё. У вас где-нибудь здесь нашатырный спирт и йод можно достать? Сейчас до меня доберемся, я вам йод и нашатырь дам. Ой, мамочки. Куда ж вы утекаете, молодой человек, а? Подружка ваша. Я тебя ненавижу. Да не подруга она мне вовсе, девка слабоумная. Я смогу. Ну и кавалеру вас. Ой, подруга мне подносили. Освязался до своей головы. Не торопясь, не торопясь. Вот умница. Уселся, помогай давай. Вот молодец. Уселся тоже мне. Эх вы экстремалые. Мужик. Поможете хрену. Куда же вы всё несётесь, молодёжь? Бьётесь, разбиваетесь. И ничему вас жизнь не учит. У меня, правда, ещё не топлено. Но дело поправимое. Щас всё наладим. Вот сюда можно прилечь. Вот так. Вот молодец. Вот так. Так, теперь посмотрим. Повнимательней будь. Вот так больно? Нет. А вот так. А-а-а! Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Ну что, кость цела. Полагаю, что это обыкновенный вывих. Я когда в десантурии служил, тоже однажды с парашютом неудачно приземлился. Так потом пришлось пятнадцать километров в полторы ноги ковылять. Ну-ка, лягте поудобнее. Вот так удобнее. Я щас под пол за льдом схожу. Так, ну а вы что смотрите? Ну-ка, побудьте рядом, окажите девушке психологическую помощь. Психиатрическая помощь ей нужна. А перекись водорода можно получить и йод? Перекись водорода и йод там возьмете. В аптечке, в углу. Там и бинт есть. Да, и в моем доме не ругаться. Чего смотришь, а? Тихо. Так. «Тихо лежать» «Тихо лежать». «Стоять». Сюда зашёл быстро. Быстро, сюда зашёл. Кто ещё есть в доме? Я тебе сейчас в пузо шмальну, сука. Меня старик привел, лесник. Пошел в подвал, сказал, что сейчас вернется. Он один здесь? Да, наверное, один. Я завалю тебя сейчас. Да, 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 он сказал, что живет один. На, бабу вяжи. Бабу вяжи быстро! А, простите, а как, как вязать? За спиной вяжи. Ну, что ты тут делишься, буран? Руки держи. Руки держи, я сказал. Сюда иди, пошел мне, сюда пошел. Руки сюда, руки сюда. Ну вот, сейчас полегчает. Стоять! Ты кто такой? Конь в пальто. Руки в гуру. Быстро. Ты пушку-то убери. Положь. Успокойся. Да я спокоен. Кастрюльку, говорю, положь. Вперед. Вперед, я сказал. Так, короче, тише сидите, дольше живете. Хоть один рыпнется, похоронил всю шоблу. Может, мы найдем какое-то обоюдовыгодное решение? Че ты тут векнул? Я могу предложить вам определенную сумму, которая покроет ваши издержки. Покроешь, покроешь. Я здесь ночью переночую и дальше побегу. А может, недельку у вас поховаюсь. Ну, ладно, че-то я все о себе, да о себе. Слышь, дед, у тебя пожрать есть че? Так, че у нас тут? Нормально дед затарился. В магазин ездил? Где? Ружья. Там. Так, кто у нас тут рвать собрался, а? Ты что ли, дед? Я все вижу, все слышу. Слушай, ты отпусти ребят, а? Деньги я тебе дам. Покажу место. У меня в лесу много денег. Ты так покажешь, если скажу. Слышь, дед, а внучок то есть совсем на тебя не тянет? С потрохами тебя сдал. Да еще дурачка включил, что не знает тебя. Крыса. Дедушка за тебя под пулемет готов, а ты его как пивную бутылку сдаешь. Че, не работает, что ли? Че, он отключился, что ли? Не, ну ты моську-то не вороти. Повернись. Ну, повернись, говорю. О, слушай, точно. А я думаю, че мне моська твоя знакома, а? Ты же по телеку поешь, да? Звездная ферма там, да? Мне на тебя что-то там такое наплевать, я по жизни одиночка, да? Слушай, нормально канает, да? По жизни все одиночки. Ничего себе. Слушай, иди сюда. Давай, 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 ну, давай, ну, спой, ну, давай, пой. Я не могу пить. А че такое? Че у нас случилось? Я не могу в такой обстановке. Слышь, дед, ей твоя обстановка не нравится. Ты че, обидеть нас хочешь, а? Зря, а? Ты будешь петь, будешь петь, а? Будешь петь, буду месить его до тех пор, пока не запоешь мне. Ты будешь петь, а? Будешь петь, будешь петь, а? Что ж ты делаешь, сученок? Слышь, отец, заглохни, я тебе сказал, заглохни, сутки. Слышь, отец, заглохни, сутки, 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 сутки. Не кривляйся и не ной. Отправляйся лучше к маме. Все, малыш, пора домой. Я, потер, одиночка. Зари, мозги, не надо, пожалуйста. Бересты. 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 Я вас очень прошу, не трогайте меня. Я думаю, что она стала, не трогайте меня. Куда ты рыбаешь-то? Тихо, тихо. Покойно лежи. Береста. Уйди, я сказала. Береста. Тихо. Куда. Тихо, тихо. Пусть. Хватит! 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 Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ты че? Не подходи. Тихо-тихо. Спакована она. Тихо-тихо-тихо-тихо. А-а-а! А-а-а! Сволы. Ну я не знаю, беглый, не беглый, тебе видней. Ну давай, приезжай со своими архаровцами. Жду. Фу. А, щас, щас. Погоди. Супкин сын. Так, ну подержи. Давай ногу. Давай, тихо-тихо-тихо. Вот. 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 Так, ну-ка, что там? Ну-ка, подсоби. Ага. Вот. Потерпи немножко, потерпи. Ничего, ничего. До свадьбы заживет. Так, это мазь. О-о-о, как он тебя раздел, да? Поухаживай за девушкой. Так. Имеем право. Хорошо. Ты его упаковал. Держи. За победу. Поехали. Держи. За кустико. Держи. Фу. Слушайте, молодежь, а куда вы летели-то, а? О, чуть был не забыл. Значит так, утром и на ночь. Немножко пощипет. Через неделю, как рукой снимет. Давайте, ребятки, давайте. Простите меня. Ну, ничего, бывает. Прямо по дороге. Да, хорошо. Счастливого пути! Знаете, по идее, так как проигрывает 0-2 Питер, я ожидал, что начнется, знаете, второй тайм начнутся атаками питерской команды. Сильными. Но совсем наоборот, такое ощущение, что сейчас проигрывает не Питер, а... Санька! Сына! Простите, вы не подскажете, как... Не прощу. Скубили державу, дети. Сукины. Получать хотите, давать не хотите. Простите любви, а любить не можете. Вы извините, вы не подскажете, как нам найти Кузьмича? Мы от Валентина Павловича, лесника. Валька-то! Вот он, мужик хороший. А Кузьмича я сейчас вам покажу. Вот он, Кузьмич. Бывший моряк, передовик социалистического труда, почетный железнодрожник, отец троих детей и дед одного внука. Валентин Павлович просил велосипед вам на сохранение оставить. Велик! Вперед! Так вы скажите, когда поезд? Ушел уже поезд твой. Час тому. А следующий когда? Завтра! Сторожить! Эх! Так в какую сторону идти? Варуэй, туда! Пойдем. Слушай, мы ведь так толком и не познакомились. Меня Сергей зовут, а тебя я что-то не понял. Ты вроде Тина, а патрульный тебя Светланой называл. Тина — это псевдоним такой дурацкий. Мне на звездной ферме придумали. А так меня на самом деле Света и зовут. Очень приятно. Привет. А в рок-группе нашей, в Иркутске, у меня вообще был очень клевый псевдоним. Орхидея. Вянет орхидея в болотной тине? Да мне вообще это попса-пение не нравится. Это мой продюсер так хочет. А я вообще сама песни пишу. С пятнадцати лет. Я все пишу, 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 пишу. Ему приношу и говорю, вот песня моя, посмотрите, пожалуйста. А он такой, нет, дашь забудь. А там уж такое, по полуподвала опять он говорит. Ой. Ой. Он из меня девочку вамп делает. Это он устраивает там в Ярославле фестиваль свой. Вот, пригласил меня, чтоб я эту песню спела, которую мне на звездной ферме дали. Мне понравится, говорит, людям, буду тебя двигать. А не понравится. В общем, если я сегодня туда не попаду, все. Ой, мамочки. А ты чем, Ярославль? То, что важное. Или просто так по работе? Да. У меня вообще как-то виллы. Виллы. Понятно. Я сегодня в шесть на суде должен выступать. У нас нового начальника отдела выбирают. Либо меня выберут, либо там еще одного. А если я на суд не попадаю, вопрос выбора отпадает сам собой. Так как прокупую до пенсии ведущим специалистом. То совсем плохо? Ну, присядь. Садись. Давай. Отдохнешь немножко. А тут еще проблема. Я по этому делу столько передумал. Скользко оно. Тут начал справки наводить. И выясняется, что представителем истца будет моя бывшая однокурсница. У нас даже роман был, представляешь? Да, а ты ничего так. Не урод вроде. Спасибо. Назначаю я ей встречу. Мол, давай встретимся. Сколько лет, сколько зим, посидим. Ну и потихоньку выведал у нее все козыри. Ладно, говорю, давай как-нибудь еще встретимся. А она мне, да, опять через пять лет позвонишь. Даже не подозревает, что мы с ней сегодня на суде должны встретиться лицом к лицу. Правда стремно как-то. Даже не хорошо. Вот и я уже так думаю. Переиграл. Сам себя. У меня сейчас вообще странное состояние. Явно не для судебных заседаний. А нас же ведь сегодня реально грохнуть могли. Пойдем. Пойдем. Пошли. Пойдем. 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 Нога больше не идет. Давай так. Ты иди. А я сейчас тут отдохну чуть-чуть. Потом на сад пойду. Вот. Потому что я уже все, я больше не… Ерунду не говори. Ты сядь. Отдохни. А потом с новыми силами двинемся. Ты слышишь? Ты это слышишь? Гул, машина где-то. Точно машина. Здесь рядом шоссе. Давай, вставай, пошли. Ну, глупо будет вот так все бросить. Давай запрыгивай. Чего? Ну, запрыгивай на спину. Давай. Дорога, вон. Давай. Стоять можешь? Да, стою все. А, я сейчас. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, как надо до города добраться? Какого города? До Ярославля. Какую сторону? Чудак-чудак. Да вон он. Десять километров до центра. А машина ваша? Наша. А можете подбросить? Вот так надо. Извини, друг. Товар. Ну да, я понимаю. Здорово. Привет. Привет. Классно играешь. Играю, как могу. Да не, серьезно. Даже талантлива. Что-то надо поучиться и вообще вот так будет. Некогда мне учиться. У нас он с батей бизнес, видишь? Слушай, а ты не хочешь себе на концерт гонять? В смысле? В смысле там, на концерт. Петь будут, танцевать. Гитаристы разные будут. А ты что, билеты продаешь? Нет, я могу так провести. Я просто певица. Привет. О, ДК центральная, знаешь? Знаю. Ну вот, поехали. Да я не могу. Мне вон батю надо отвезти. А у нас вот полный кузов, между прочим, картошки. Слушай, тебя как зовут? Иван. Валечка. Мне Свет зовут, очень приятно. Ну и чё? Слушай, с гитаристами разными познакомлю. Поехали, а? Слушай, странно как-то. Знаешь, ты говоришь певица, а я знаю, что певиц, между прочим, на разных самолетах или специальных поездах возят. Да-да-да. Просто понимаешь, автобус у нас сломался. Не заладилось, сломался автобус в аварию. Попал, ты представляешь? А там аппаратура и гримеры, и звуковики, и всё в автобусе осталось. Вот мы вдвоём с юристом нашим едем. Здрасте. Вот, Ваня, Серёжа. Хороший парень. Помоги, пожалуйста, Ванечка. Пожалуйста. Сейчас. Подождите. Пап, папа. Пап, слушай, там, в общем, девушка ногу сломала, надо ей помочь, отвезти надо. А я что-нибудь сделаю? Ну, а тебе тётя Галя сегодня поможет, быстро уберёт. Она пьяная с утра. Ну, я понимаю, дядя Гвена, значит, что-нибудь сделает. А я завтра всё сам один уберу. Ну, завтра чтоб сделаешь. Всё сделаю, обещаю. Помоги, помоги. Поехали. Спасибо. Спасибо. Э, а вы куда? Толкать надо. Помоги. Помоги. Давай, три-четыре. И. Давай, 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 давай. Ничего, кобыло, заводи. Запрыгивай. Запрыгивай, говорю. Папа звонила. Ой, неужели Ярославль? Даже не верится. Значит так, мы сначала Сергей закидываем. Да. Вот. Тебе куда? Собина на тридцать девять. А потом меня… А успеем туда и туда за сорок минут? Ну, попробуем. Ага. Стой! Стой, 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 стой! Подождись. Куда ты бежишь? Осторожно, теперь в нога пошли. Девушка, мы идём. Сейчас. Что с вами? Что с вами? Девушка, вы где живёте? Господи, она же беременная. Живот. Так, держите меня. Аккуратнее. Успокоились. Эй, держите меня. Держите за плечо меня. Вот так, давайте. Сейчас у вас. Давай. Берите её. Давай, давай, давай. Осторожно, осторожно. Аккуратнее. Так, всё. Успокоились. Как вас зовут? Давайте… Вань, нам быстрее надо, слушай. Аккуратнее. Я сейчас сделаю. Давайте вот так. Вот так. Давайте ногу сюда. Да ты можешь побыстрее ехать или нет? Быстрее. А вы дышите, дышите. Я дышу, дышу. Давайте я узелочек вам продажу. Хорошо, не будем узелочек. Просто… Не волнуйте. Не волнуйте. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда и полегче будет. Погладь. А вы дышите. Быстрее, быстрее. Что? Еду я! Вы дышите, дышите. Не надо так и дышать. Мать, знаешь, мы в ближайшую больницу идем? Роддом знаю. Роддом, отлично. Роддом знаю. Сейчас приедем. Да не отпишите. Все хорошо. Все будет хорошо. Все хорошо. Все, погоди. Ничего не… Мать! Ой, Господи, мы не даем служебных телефонов, молодой человек. Мне очень нужно, я на суд опаздываю. А вдруг еще не начали и… Девушки, я вас очень прошу. Девушки, я вас очень прошу. На улицу. Я же сказала вам, есть таксофон, с таксофона и звоните. Нет, только предупредите. И все, я… Ну вот и все. Конец. И мне конец. Поздравляю, папаша. Богатырь родился. Вы… Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, простите. Четыре пятьсот, пятьдесят восемьдесят сантиметров. Семнадцать пятнадцать. Ну да. Мамашу в конце недели заберете. Ага. Да. Давай, пока. Давай. Ну все, удачно всем. И тебе. Ну да, да, да. Уважаемый, спасибо. Да, простите. Вы куда? Вот паспорт. Я на заседании суда. Адвокат ответчика. Угу. Опаздываю, ничего не замечаю уже. Угу. Третий этаж направо. Спасибо. Так, где у вас туалет? Вторая дверь. Ага. Да. Сергей, что происходит? Я целый час вам звоню, вы недоступны. Вы понимаете, что без вас хотели начать заседание? Сергей, это вам. Что с вами? У вас кровь, Сергей. С вами все в порядке? Нет. Здрасте. Здрасте. Где он был? Все хорошо. Ваша честь, паспорт. Определение, доверенность, признание иска. Так. Копии. Я придам. Угу. Так. Угу. Так. Угу. Держите. Спасибо. Спасибо. Паспорт возьмите. А, да. Слушается дело А-115-47, А-27-го, ноль-девятого, поиску акционера Зао Комплиментост Михаила Ефимовича Шустерману, к председателю Зао Комплиментост Игорю Станиславовичу Иванову. О признании недействительным решение собрания акционеров номер 28-23-го, 08-го, 94-го года. Дело слушает судья Зверева Антонина Петровна. Процессуальные права сторонам известны? Известны. Да. Отводы заявлять будете? Нет. Нет, не будем. Тогда приступим. Ну вот, ну не зацепило, нет в ней кайфа. Нам нужна не просто стерва, понимаешь? Такая, что с пулей в голове. Это твоя работа, дорогая. Твоя. Искать, предлагать, да. А я смотрю. Работа, 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 работа. Твоя работа. Ну, в общем, я приеду. И все посмотрим. Ну, все. А, все, все, давай. Да. Ау. Ну, где была? Все. Поздно. Саундчек просвистела. Фонограмму не отдала. Из программы тебя, извини, выкинули. А, подождите, подождите. Максим Юрьевич, подождите. Я, простите, Максим Юрьевич, но у меня сегодня все не так. Все не так, но я готова. На все сто процентов. У меня даже минус с собой. И я очень благодарна, что вы мне дали такой шанс. Слава Богу, что ты у нас пришла, твою мать. Может, мне попрыгать вокруг тебя, а? Может, мне туфли? О! Может, мне туфли тебе почистить, а? А то у меня нет дел важнее, чем сопли тебе вытирать. Я просто… Что? Что? Я таких, как ты, насквозь вижу. Понимаешь, ты у нас кто? Звезда полярная. Таких, как ты, камазами на свалку увозят. Если я тебя продавать не буду, поняла? Жанна, я нашел эту. Да, она появилась, да. Ставь ей опять программу, фонограмму забери и сама все проконтролируй. Другого шанса не будет. Так, ты освободил правый выход? Это что? Там выход на сцену, там люди будут запинаться на сцену выходить. Так вот это что такое? А что? Вот это нужно для того, чтобы на сцене быть? Нужно или нет? Простите, простите. Да что? Жанна. Да, Жанна. Отлично, я с Тина Самохина. Что вам нужно от меня? Я Тина Самохина. А, давайте. Уносите, уносите, что вы знаете? Что давайте? Фонограмму, фонограмму давайте. Фонограмму. Иди сюда. Вот, возьмите, возьмите. Ладно, потом. Это что такое? Это фонограмма. Это фонограмма. Вот это что такое? Умыться, фингал замазать. Понятно? Выход через тридцать минут. И? Да, алё. А подожди, а подожди, расскажи. Ну конечно, все готово уже практически. Ты, если я спою, ты сможешь подобрать мелодию? Прямо здесь сейчас? Да, прямо здесь сейчас. Ну не знаю. Попробую. Ты чё? Нормально. Куда я? Таким образом, по мнению ответчика, требования истца являются незаконными, бездоказательными и противоречат фактическим обстоятельствам дела. В связи с чем, просим суд исковые требования оставить без удовлетворения. Ответчик, у вас всё? Ответчик, у вас всё? Да, Ваша честь. Так, тишина. У истца ещё дополнительно к сказанному что-то есть? Да, Ваша честь. Браво, браво, браво. Спасибо, ребята. Аплодисменты. Спасибо вам огромное. Ну что ж, наш концерт продолжается. Веселье и праздник продолжаются. Я с огромным удовольствием хочу пригласить на эту сцену следующую звезду. Встречайте экс-выпускницу всем вам известной звёздной фермы. «Пантера-одиночка» или «Тина Самохина». Аплодисменты. Встречаем. Аплодисменты тебе, Тина, и этот зал в твоём полном распоряжении. А можно музыку остановить, пожалуйста? Спасибо. Подождите минуточку, хорошо? Ну, во-первых, я очень счастлива и безумно рада видеть вас всех здесь. Вот и сегодня я вам спою совершенно новую песню. Надеюсь, она вам понравится. А аккомпанировать мне будет вот этот замечательный молодой человек, которого зовут Иван Трофимов. Спасибо. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А? А ты сам, Верике, ты чё делал? Бизнес? Угу. Бизнес. Да, видать, не вышел у тебя бизнес-то, раз не дешевый такой-то. А? Ты меня прости, как, как солнце. Я оставляю тебя, как, как небо, как солнце. Ты меня прости, как, как солнце, как небо. Ну что ж, друзья, аплодисменты, аплодисменты, Тиме. Аккредибло. Ты видела, да? Не, ну, ты, ты, ты обратил в колл-церкл-тратиозу. Просто обалденная такая. Ты меня красивый такой. Она тебя же сразу полюбила. Ну, конечно. Светик, Светик, Светик. Привет. Слушай, клёвый гитарист у тебя, где откопала? Да, в огороде. Да, я серьёзно говорю, в огороде. Кстати, он не мой гитарист, а просто очень талантливый музыкант. Так что, можете… А, так ты в свободном полёте. Слушай, нам тут как раз и гитара нужна. Ты… А, а у меня такая гитара будет? Благодарность за мою доброту, что ли? Да подожди, да подожди, подожди, куда пошла? Ну что, ну, хрен его знает, с кем вышла, хрен его знает, что спела. И довольно идёт, всё нормально, всё хорошо. Ты знаешь что? Ты с такими замашками из шоу-биза пойдёшь на хрен по ресторанам песни петь, поняла? Да, да. Ну, хотя песня, в общем, ничего. Народ подсел, представляешь? Подработать там всяко-разно, может быть, продать. Ну, короче, на первый раз я тебя прощаю, понимаешь, прощаю. Ну, только что вперёд, никаких косяков, ладно? Ну, короче, будем делать из тебя, человека. Ну и что? В смысле? В прямом. Может, мне поплясать тут перед вами? А? Или ботиночки почистить? Это лишнее. Вы считаете, что вы людей насквозь видите, да? Да вы не насквозь, вы сквозь с них смотрите, и всё. Вы считаете, что то вы сожигаете звёзды на небе? И что без вас мир погрузится во мрак, что ли, да? Так, что ли, да? Яй-яй-яй. Разочарую вас. Да, разочарую. В мире, слава Богу, много светлых и хороших людей без вас. С вашими этими тупыми куклами с этой пулей в голове, да? Так, что ли? Угу. Или что вас там ещё цепляет и торкает? Угу. Вот так. Так. Нормально, да? Нормально. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok